Я только что вернулась из зала и на улице жутко холодно. Градусов 15, если не меньше. Я замерзла. Хочу сходить в душ, помыть голову и приготовить себе завтрак. У меня вот основное состояние. Цветы надо забрать у балкона. Ален, куда мы собрались? Сначала мы собралась на Пилатес, а потом благополучно решила остаться. Ипотека, дети, кредиты. Плохой работой и политикой мы, как русская семья, решили пойти развеяться в не самую лучшую погоду в Икеа. Чушь? Какие чувства? Ну, я же выехал, я расслабил. Ай! Ну, это... Половиночка, а остальное надо попробовать. Ну, это никак. Мы нашли мега-булочку для мега-людей. А нашли мы ее где? В Ашане! В Меге. История Алены в Икеа. Что и повторяется. И у нас спать будет час. Подъем? Угу. 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 Неплёк. Угу. 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 Накрузила Алену, всем чем только можно, сами идут, хайфуют. Мы с Сашей благополучно попали под дождь и сейчас уже будем сидеть, потихонечку отдыхать, я буду монтировать видео. Купила себе новый сыр, творожный крем-сыр, не знаю, сейчас попробую. Вот, Сашенька, мы сегодня будем пробовать анакопия, первый раз. Итак, стоп-стоп-стоп, я хочу сделать заявление господам и дамам, дамам в основном, в общем, какой раз убеждаюсь в своей жизни, что если у вас по ощущениям намечается очень ленивый день, то нужно обязательно идти что-нибудь делать, как вот сегодня произошло неожиданно много крутых покупочек. Винцо. Вот, вообще, типа чувствуете себя не так стрёмно, как если бы вы пролежали целый день. Если вы хотите отдыхать, то запланируйте отдых. СНКБ вот это планирует, мы же не слить. Ну всё, всё-таки слить. Мы съездили в Икею, и что мы купили? Пакет икеевский. Конечно. Мы, смотрите, купили очень крутую вещь, вот эта вот подставочка, я мечтала о ней, я хочу фотографии делать. Также купили для ложек вилок, хотя у нас нет ложек вилок, купили подставочку для мыла. Эту подставочку тоже купили. Купили классную свечку, но я подозреваю, что у меня есть уже такая. И купили ещё подставку для обуви и куртку мне. Класс! Ну-ка, наливаем, пробуем. Только бокал не чистее. Не обращайте внимания на это всё. Я хочу лишь сказать, что я безумно рада, что у нас есть Икея, и то, что мы иногда туда ездим, потому что они действительно дают такое классное ощущение, какой-то эстетики, какой-то красоты от жизни, простоты, минимализма и просто нереально крутых интерьеров за, в принципе, абсолютно реальными вещами, так скажем. Потому что те же полочки, те же простые шкафы, вещи, это всё так просто, но это делает нашу жизнь такой красивой, такой эстетичной и такой удобной, комфортной. И очень круто как раз таки ездить и представлять, как это можно всё расставить, и там шикарные получаются фотографии, там нереальная атмосфера, и мы с Сашей там увидели такого панду классного. Вроде бы игрушка, ничего такого, то есть, ну блин, мы его почти купили, просто правда. Мы его просто тискали, обнимали. Саша смеялся, потому что он безумно на меня похож. Я как бы и не отрицала, потому что это было абсолютной правдой, но блин, какой же он мягкий, это просто нереально. И такое ощущение то, что вот в Икее каждый для себя может подобрать просто идеальную атмосферу, идеальную комнату, вообще идеальное всё, что он хочет для своего дома и просто этим наслаждаться. Мы с Сашей очень любим туда кататься, когда на улице плохая погода, когда нечего делать, когда просто хочется развеяться, то это очень круто, потому что ты едешь и такой, а давай это у нас тоже будет, а давай это у нас тоже будет, а что это, я тоже так хочу. И ты там ложишься на диван и встаёшь за эти барные стойки в прекрасных столовых и на их прекрасных кухнях и просто кайфуешь от того, насколько красиво может быть просто вот пространство вокруг тебя и насколько круто было бы находиться и обставить себя этими вещами. И интересный вопрос ещё и заключается в том, то, что насколько это важно для каждого человека. Мне очень интересно, важно ли это для вас, именно эстетическая составляющая вашего места, в котором вы находитесь. Потому что для меня это очень важно, но в то же время меня совсем вот это вот дело не смущает, потому что сегодня выходной и сегодня вроде как тоже хочется поваляться, отдохнуть и в принципе не напрягаться, если можно так сказать. Поэтому в каких-то вещах, например, иногда расправленные кровати я абсолютно не вижу ничего плохого, хотя с другой точки зрения я обожаю порядок, хотя не люблю его делать, люблю, чтобы он просто был каким-либо образом. Я хочу, чтобы у каждой вещи было какое-то своё место и, к сожалению или к счастью, пока что здесь ещё такого нет, но это всё строится и, наверное, поэтому ещё и нет как такого врумтура, который бы представлял наше место, именно нашу квартиру. Потому что даже захотя домой, я пока что не чувствую именно нашего аромата. Хотя по сути, когда ты заходишь обычно в своё жильё, в своё место, где ты живёшь, ты не чувствуешь его, и вычувствуют другие люди. Но, как бы, это очень интересная теория, мне тоже интересно, бывали ли вы в местах, где прямо конкретно, например, пахнет человеком, не знаю, вообще вот этой атмосфере именно квартиры и как пахнет у вас дома. Может быть, это какие-нибудь макароны, печеньки вкусные. Вот, потому что я не знаю, мне кажется, наша квартира пока ничем не пахнет. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я хочу, чтобы здесь образовался какой-то наш аромат. Вот. Сижу сейчас для вас, монтирую видео, хочу, чтобы оно получилось очень классным и вышло уже через пару дней, чтобы вы смогли им насладиться и просто порадоваться домой, потому что всё так прекрасно. Сегодня, кстати, в магазинник мне подошла девочка, обняла меня и сказала большое-большое спасибо. Я улыбнулась, сфотографировалась с ней и вот такая. А мы чайник искали. Это было так мило. Обожаю. Всё, пойдут донатировать и будем отдыхать дальше. Я поняла то, что вот так вот сидеть на полу просто обожаю за компьютером. Правда, днём светит солнце, но вечером это просто чистый Кай. Дополнит. Улыб jours. Пока. Анастасия. Удыб Лю Татар. Субтитры сделал DimaTorzok